Ну что ж, дорогие друзья, уже ни для кого не секрет. Живу сялю, боже, лату! Страв всех приветствовать, что французский язык требует особого внимания и трепетно относится к произношению. Именно с него нужно начинать изучение любого иностранного языка, и уж тем паче французского. Однако произношение делится на много разных этапов в процессе его освоения. Итак, закладываем фундамент нашего говорения на языке, на иностранном языке, и в первую очередь о французском языке мы думаем о том, как лучше, быстрее и вернее добиться искомой цели правильного французского произношения. Об этом, в принципе, я говорю чаще всего на канале Реальный Французский. Сложно выговорить на французском языке, когда мы только начинаем его учить. Например, известное в русском языке выражение «экзерцис». На французском это означает «упражнение». А упражнение «я с артиклем» сказать по-французски бывает сложно. Звучит оно «дезэкзерцис», «дезэкзерцис», «дезэкзерцис». Иными словами, приходится порой браться за русские скороговорки. Нет, этого я делать не рекомендую, в смысле, не обязательно. Для того, чтобы научиться хорошему французскому произношению. Не обязательно ставиться или быть русским вещателем на радио или телевидении, диктором. Чтобы говорить на французском языке, не потребуются дикторских навыков. Я не веду, я шучу, конечно же, что особой артикуляции нам для французского произношения не потребуется. Поэтому русских скороговорок рекомендовать не буду для оттачивания дикции и речи. А для французского языка будем использовать французские скороговорки. Не русские, а французские. Зачем? Потому что приятнее оттачивать некие звукосочетания, буквенные сочетания, которые рождают непривычные для нас, для русского уха звуки во французском языке, на интересных, веселых, забавных примерах. Если вначале не получается, то через какое-то время, много раз проштудировав, проговорив французскую скороговорку, мы быстро приходим к ее запоминанию. И в дальнейшем легко распознаем эти буквосочетания на письме и читаем их уже легко. Русских, на смысле русскоговорящих, наших дорогих соотечественников, обвиняет одна единственная, ну, наверное, не одна, но в плане языка, одна очень важная составляющая для всех. Одинаково сложно понимать французские специфичные для русского уха звуки, и писать мы способны куда легче, чем воспринимать на слух и тем более правильно произносить. Однако именно скороговорки могут статься великолепным инструментом для усвоения новых моделей, новоартикуляционных установок языковых, когда мы говорим на французском языке. Итак, некий подвид, новая рубрика, новое серийное приключение в канале Реальный Французский называется «Скороговорки». Та-та силе, а дема, не так легко сказать, дословный перевод с французского. И сегодня мы рассмотрим несколько скороговорок. Вообще они всегда делятся на разные уровни. Логическое ударение является ключевым смыслом установки французского, как и русского, любого другого языкового произносительного ряда. Мы всегда говорим по-французски и по-русски на любом другом языке, устанавливая логическое ударение. То есть о чем мы ведем речь, скажем. Мыши попоше несли подло гроша. Нам нужно сказать, о чем идет речь. То ли о мышах, то ли о том, что они несли, то ли о том, что они делали. И в зависимости от того, что мы хотим сказать, в контексте этого высказывания, ставим логическое ударение. Чтобы было понятно, что мы говорим в обычной речи, это получается само собой разумеющимся образом. А когда мы что-то читаем, а по-французски придется научиться хорошо читать, вначале, особенно для постановки и произношения, нужно будет думать, а куда в данный момент поставить логическое ударение. Этим мы тоже займемся в рамках французских скороговорок. Поехали! Первая скороговорка. Я вначале читаю медленно, затем убыстряюсь, затем добавляю еще темпа и четвертый раз заключительно читаю с максимально желаемым, возможным темпом, который вам рекомендуется. Поехали! 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ну как, буду читать я, и вы постарайтесь взять за образец чтения, в общем, сначала с точки зрения правильности, и уж затем с точки зрения скорости. Скороговорки исключительно полезны для отработки дикции, знает каждый. Когда мы проговариваем русские скороговорки, мы оттачиваем русскую дикцию и главное произношение, естественно, даже в родном языке, а в иностранном языке мы это делаем в первую очередь. И более того, скороговорки такие забавные, чудаковатые, причудливые порой с точки зрения содержания. Однако, очень интересно их быстро проговаривать, чтобы закрепить, навсегда увековечить французское произношение и навыки сформировать в том, как произносить слова и как сочленяются вот эти вот маленькие буквосочетания в скороговорках. Поехали! Второе раз, чуть быстрее. И последнее раз, максимально на мострах. Чуть быстрее. Чуть быстрее. Чуть быстрее. Чуть быстрее. Чуть быстрее. Рави роти роти данзара. Рами пата роти. Рути брала пата ра. Ра цуко патеки-та роти. Чуть быстрее. Но я не знаю, что я не знаю. Завин Tenen Ты Будешь Завин Теперь, максимально выстрел! Выстрел! в быстром маленькой стране с Каргаборки. Сеч-лаж, леч-сен-ж. Сеч-лаж, леч-сен-ж. Посон sans boisson, c'est poison. Poisson sans boisson, c'est poison. Ce ver-ver, c'est ver. Ce ver, c'est ver-ver. Le ver-ver, le ver-ver, le ver-ver, le ver. Un généreux dégenére, un généreux dégenéré, un généreux dégenéré, un généreux dégenéré, je suis ce que je suis, et si je suis ce que je suis, qu'est-ce que je suis? Ces cerises sont si sûres qu'on ne sait pas si c'en sont. Le bon barbu Barnabé perdit son bras par un débris d'obus. Le bon barbu Barnabé perdit son bras par un débris d'obus. Et votre message ne peut pas être l'un des signes de la langue. Pour la forme conditionnelle. Si l'Américain se désaméricaniserait, comment le ré-américaniserions-nous, l'Américain? On le ré-américaniserait, comme on l'a désaméricanisé, l'Américain. L'hymne, c'est qu'il y a de la langue. Dis-moi, gros, grand, grand, grand d'orge, quand te dégrossiras-tu, grand, grand, grand d'orge? Je me dégros, grand, grand, grand d'orge, quand tous les gros, grand, grand d'orge se seront dégros, grand, grand d'orge. Et moi, c'est un message qui passe là-bas, c'est l'hymne. À l'ue d'alaï-lama, à l'a d'alaï-lama, et qu'à cela d'alaï-lama, du lima au mari et du mari au lima, et l'ima l'ue d'alaï-lama, la lame de la lime, l'ima en l'aimant, qui le lit à l'aï de l'ami de l'ima, qui l'aimant qui le dit, c'est d'aller en l'ama, l'ami du d'alaï-lama, du lima, laïa. Un jour, Kikilacocote demande à Koko le concasseur de cacao de lui offrir un caracocacé avec un col de caracule. Koko le concasseur de cacao voulut bien offrir à Kikilacocote le caracocacé, mais sans col de caracule, or, vendre un coquin qui conquit le cœur de Kikilacocote et l'offrir à Kikilacocote le caracocacé avec le col de caracule. Conclusion, Koko le concasseur de cacao fut copu. C'est l'histoire d'un gars qui s'appelle Paul qui meurt de froid en pleine région polaire dans un amas de vêtements divers et décolorés, recherchant vainement, une pierre précieuse avec un outil inapproprié alors que sa fonction s'éterde à lui téléphoner depuis sa voiture allemande. Moralité, moi je le paie de Paul dans une pile de poules, je le paie de Paul, pas plus la paie de la poule, on le paie de Paul dans la paie de Paul. Pour ceux qui aiment s'exercer alors les phrases qui ne sont pas faciles à dire, dans l'une deuxième, pratiquez le français.